Тем временем оппозиция раскритиковала закон об антикризисных мерах, утвержденный под ответственность правительства. Так, по мнению лидера ПДС Майи Санду, этот закон не более чем дешевая политическая игра, направленная против оппозиции. Она отметила в социальных сетях, что Конституционный суд, признавший данный закон неконституционным, показал, что правительство Дадона и парламентское большинство ПСРМ-ДПМ попрали основной закон. Тот факт, что немногие меры социально-экономического характера, прописанные в законе, уже утверждены комиссией по чрезвычайным ситуациям, доказывает, что весь ход со взятой правительством ответственностью – политическая игра, которая велась для очернения оппозиции и сокращения доверия к демократическим процедурам, считает Санду. По ее словам, режим чрезвычайного положения предполагает не только осуществление исключительных полномочий, но и усиление ответственности правительства за борьбу с последствиями эпидемии. За каждое отклонение от демократических норм и нарушение основных свобод в будущем придется ответить перед оппозицией и обществом. ПДС готова поддержать любые меры правительства, которые действительно направлены на поддержку населения экономических агентов во время пандемического кризиса, отметила также Санду. В то же время председатель партии «Платформа.ДА» Андрей Анастасия назвал решение Конституционного суда, признавшим неконституционным закон об антикризисных мерах, пощечиной Игорю Дадону, Иону Кику и правящему большинство ПСРМ ДПМ. Анастасия отметил, что такой исход доказывает, что там, где действует закон, нет места политическим сделкам. «Мы показали, что можно уважать закон, быть равными перед ним, и никто не имеет права быть над законом, над Конституцией», считает Анастасия. Депутат «Платформы.ДА» Дину Пленгеу, обратившийся в КС от имени формирования, отметил, что ответственность за такой исход полностью ложится на правящую коалицию. «При наличии полностью функционального парламента не может быть объяснений, почему закон не был утвержден через стандартную процедуру. На том заседании присутствовали депутаты оппозиции, и поэтому вину за такое положение несут ПСРМ и ДПМ, которые не явились», — сказал Дину Пленгеу.